Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на уровнях поддержки и сопротивления и на зеркальных уровнях. Последние невеселые события на политической арене дают нам мощную волатильность на рынках. Некоторые валюты вошли в сильный тренд, поэтому по моей стратегии я рекомендую воздерживаться от таких сильных движений. А те кроссовые пары и валюты, которые все-таки находятся в таком более-менее флэте, в боковом тренде, на них есть интересные сигналы. И давайте посмотрим, что я на эту неделю нашел для вас. Также не забывайте подписываться на мой канал, ссылочка будет в описании. Там у меня есть и много других интересных роликов в части, как торговать в платформе MetaTrader. Поэтому переходите, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео по понедельникам. Так, давайте перейдем к аналитике. Евро-доллар движется вниз, уверенно, и подошел к линии поддержки. И надо заметить, что это линия поддержки на недельном графике. Вот этот уровень, конечно же, очень сильный. Я люблю такие уровни, но надо сказать, что у них вот эта вот зона, в которой они могут корректироваться, очень широкая. И вот утро уже показало, что цена отбилась сейчас в районе этой зоны. Я считаю, что это еще не конец, что она может еще раз отбиться, еще не один раз даже отбиться. Но все-таки имейте в виду, что зона широкая, то есть могут быть сильные ложные пробои. Поэтому размещаем ордера на покупку, но с осторожностью и с учетом риск-менеджмента по вашему личному счету. То есть у нас в районе цены 1.0808 можем размещать ордера на покупку. Дальше по британскому фунту стерлингу намечается вот такая зеркальная линия поддержки. Здесь в районе цены 1.3263 можем ставить ордера на продажу. Доллар канадец находится в боковом тренде, но с довольно-то и размашистом. И сверху и снизу есть классические уровни поддержки и сопротивления. Поддержки в районе цены 1.2547, а сопротивление в районе цены 1.2854. Австралийский доллар движется вверх. Кстати, нельзя не упомянуть, что австралийский доллар у нас коррелирует с золотом, потому что Австралия является одной из золотодобывающих стран мощных. Вот поэтому корреляция австралийского золота, австралийского доллара и золота очевидна. Золото тоже посмотрим. Австралия движется вверх. Единственное, что он довольно-таки далеко уже ушел наверх. Но все-таки, если наметится коррекция, то в районе 0.7277 можно будет ожидать разворот на зеркальной линии поддержки. Доллар и японская иена хорошо отбился от предыдущего сигнала, от уровня поддержки. Теперь ожидаем коррекции наверху, от уровня сопротивления. Это будет в районе цены 115.685. Доллар франк. Значит, он находится в боковом тренде. И здесь достаточно много, я наблюдаю, линий поддержки и сопротивления. Может, немножко запутанно кажется, но тем не менее, не можем их не учитывать. То есть, они все имеют потенциал. Уровни поддержки в районе цены 0.9099, а также уровень поддержки в районе цены 0.9160. Сопротивление в районе цены 0.9255. Также есть еще одна промежуточная линия сопротивления в районе цены 0.92.76. И линия сопротивления в районе цены 0.93.21. Вот так много сигналов, и они действительно имеют место быть. Поэтому расставляем ордера и зарабатываем. Новозеландский доллар пробил линию сопротивления. Также ожидаем, что если он вернется, то можно размещать ордер на покупку в районе зеркального уровня поддержки в районе цены 0.67.86. Ну и, наконец, золото пробило уровень сопротивления с гэпом. Да, я надеюсь, никто в ночь не ставил ордера. А вот, если бы я в воскресенье не записывал, то я бы сказал, что здесь сигнал на продажу. Но, поскольку рынок открылся уже выше, то никакого сигнала на продажу, естественно, здесь нет. А есть зеркальный уровень поддержки. И от него мы ставим ордер на покупку в районе цены 0.97361. Вот такие вот рекомендации на эту неделю. Давайте посмотрим экономический календарь. 7-8 у нас выходные. Не так много у нас новостей. В среду по японской иене будет ВВП. В четверг число первичных заявок на получение пособий по безработице США. И в пятницу две новости. Это ВВП по британскому фунту и изменение занятости по Канаде. Вот на эти новости стоит обратить внимание. Так что желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать понедельник на мои выпуски. Желаю всем профита. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok